Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Какой будет стела трудовой доблести решать самарцам? В городе продолжаются общественные обсуждения тематики, которая в будущем найдет отражение на монументе. В Самаре возле медицинского колледжа имени Ляпиной появилась скульптурная композиция. Сегодня во всем мире отмечают День медицинской сестры. Все внимание футбольной Самары приковано к Нижнему Новгороду. Там сегодня состоится финал Кубка России с участием Крыльев Советов. Считанные минуты остаются до самого важного матча Крыльев Советов в этом сезоне. Сегодня в 9 вечера на поле стадиона Нижний Новгород. Они выйдут играть в финале Кубка России по футболу против восьмикратного обладателя этого трофея – московского «Локомотива». Последний единственный раз в российской истории волжане выходили в финал этого турнира в 2004 году. Тогда Крылья уступили Грозненскому Тереку. Если самарцы победят, то они в следующем сезоне смогут участвовать в Лиге Европы. Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Он дважды судил игры между Крыльями и Локомотивом в рамках чемпионата России. Обе закончились победами москвичей. Сегодня самарцы могут изменить эту статистику, учитывая, что поддержка у команды в Нижнем Новгороде будет достойная. За команду будут болеть не только фанаты, приехавшие на игру из Самары, но и местные болельщики. Тем временем Крылья Советов получили лицензию на участие в РПЛ в сезоне 2021-2022. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования состоялось сегодня. Клуб урегулировал все финансовые вопросы, которые возникли у ведомства, благодаря поддержке главы региона. Напомним, самарцы по спортивному принципу обеспечили себе выход в элиту российского футбола досрочно, за несколько туров до окончания первенства России. Какой будет стела город трудовой доблести, решат самарцы. В столице региона продолжаются общественные обсуждения тематики, которая в будущем найдет отражение на монументе. На очередном заседании рабочей группы под руководством главы Самары Елены Лапушкиной было принято решение дать право голоса жителям областного центра. Об интересных решениях, исторических фактах и о том, как заявить идею, чтобы она не осталась незамеченной, репортаж Ольги Павловой. Очередное заседание, очередные предложения. И кажется, невозможно отказаться ни от одного исторического факта. У запасной столицы Куйбышева настолько богатая история, что у собравшихся то и дело возникает вопрос, как уместить всю важную информацию на пилонах памятной стелы. Из всех городов, в которых мы создали, это стелы самые информативные, самые информативные, вне конкуренции. Здесь очень много материала, и это, мне кажется, здорово. О промышленной, культурной, оборонной и дипломатической столице уже собран ряд исторических фактов и материалов, нашедших свое отражение в памятных фотографиях прошлых лет. Наполнить информационные пилоны решено важными и культовыми событиями, которые произошли во время войны. Яркие фотографии сначала переведут в графику, затем все снимки распределят по тонам и при помощи 3D-принтера сделают их объемными. Дальше уже работают скульптора, которые вкладывают в жизнь, уже работает пластилин, где утончаются, обобщаются, делаются точные моменты, фрагменты, блики на этом изображении. В итоге мы, по сути, получаем в той же бронзе благородный цвет металла, мы видим эту настоящую бронзу. В коллекции рабочей группы уже около ста исторических фотографий. К примеру, на этой известный штурмовик L2 пикирует над городом. Здесь показана работа куйбышевских оборонных предприятий. А этот снимок и вовсе уникальный. С легендарного военного парада 7 ноября наши земляки уходили на фронт. Вскоре фотоснимки станут полноценными графическими картинами, которые нанесут на центральный обелиск с правой и левой сторон. Но самую важную информацию разместят на пилонах монумента. Материалы не только будут просты и понятны обывателю. Выбирать тематику наполнения пилонов стеллы смогут сами жители города. Конечно, мы очень ждем этого общественного обсуждения. И в дальнейшем рабочая группа будет очень внимательно рассматривать те предложения, которые будут высказаны жителями. Принять участие в обсуждении об информационном наполнении стеллы «Город трудовой доблести» может любой житель Самары. Для этого необходимо отправить свою идею на электронную почту по адресу, который вы видите на экране. Мнение также можно оставить на сайте samaradefizdobles.rf. Уже в сентябре наш город станет третьим по счету после Магнитогорска и Челябинска, где откроется памятный монумент. Ольга Павлов, Константин Головин, Николай Епифанов. События. После трагических событий в Казани губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина дали поручение незамедлительно проверить все образовательные учреждения на предмет безопасности. Комплексные проверки проходят во всех детских садах, вузах и школах, а также учреждениях дополнительного образования. С инспекции на места выехала и наша съемочная группа. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Три звонка – сигнал тревоги. Дальше все по многократно отрепетированному сценарию. Нужно следовать указаниям педагога. Так, ребята, внимание, пожалуйста. Встали, построились все. Сначала третий ряд, за ним второй ряд, за ним первый ряд. Замыкающая у нас Аня Кондратенко, она будет ответственная. Так выглядит план полной эвакуации. Школа 132, например, задача справилась за три минуты. Если требуется эвакуация частичная, об этом объявляют в громкоговоритель, и потоки всех классов разводят в обход заблокированной части здания. В школе заключены договора с частным охранным предприятием. Охранник в наличии тревожная кнопка. Есть очень хорошее видеонаблюдение. Исправный металлодетектор. Кроме того, раз в три месяца мы проводим инструктаж с сотрудниками школы, а потом уже классные руководители обучают детей мерам безопасности. В каждом кабинете находятся планы эвакуации. С этими планами знакомы и дети, и учителя. Сейчас проще, потому что кабинетная система, и дети четко знают, в каком кабинете они находятся, знают планы эвакуации. После трагических событий в Казани эти навыки приобрели особую значимость. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главой городского округа Самары Елены Лапушкиной, дано указание незамедлительно проверить все образовательные учреждения на предмет безопасности. Наличие металлодетекторов, кнопок тревожной сигнализации, отлаженность взаимодействия педагогов с силовыми структурами. Мы ставим задачу проверить абсолютно все. На первом этапе за вчерашний день абсолютно все учреждения прошли проверку силами собственными, создав внутренние проверочные комиссии. И в данный момент мы продолжаем проверки уже внешне со стороны департамента. В первую очередь проверяем исправность это металлодетекторов, потому что это немаловажную роль играют, находятся они непосредственно на входе в здание. Второе, это работа непосредственно охранников, то есть как они реагируют. Также смотрим журнал инструктажа охранников. Работоспособность камер по периметру учебных учреждений тоже немаловажный вопрос, тоже уделяется особое внимание. Проверки проходят не только в школах, но и во всех детских садах, вузах и СУЗах, а также в учреждениях дополнительного образования. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Сразу после казанской трагедии в Самаре стали проходить стихийные акции памяти погибших. На пересечении Новосадовой Осипенко у памятника детям-труженикам тыла неравнодушные жители создали мемориал. То, что произошло в Казани, это огромная трагедия для всей нашей страны. И мне, честно, не передать словами всю ту боль, которую сейчас испытывает в том числе и каждый житель Самарской области. Я сама учитель, я каждый день вижу учеников, работаю с ними, вижу их улыбки. Самара тоже с Казани, мы тоже скорбим вместе с нашими друзьями. Самара скорбит погибшим детям, нашим внукам. Самара скорбит, и это большая потеря. Это очень страшная трагедия. Проверить законность стройки и остановить работы, если их начали без разрешения. С таким пожеланием обратились жители Седьмой Просеки и улицы Солнечной, главе города Елене Лапушкиной. Какому решению пришли во время обсуждения проблемы, узнала Светлана Кудрявцева. На небольшом участке рядом с домом номер 40 по улице Солнечной уже намечается стройка. Как рассказывают жильцы соседних домов, здесь планируют возвести две высотки по 25 этажей каждая. Однако инфраструктура в таком густонаселенном районе нового соседства не выдержат, уверены местные жители. Об этом они рассказали главе города Елене Лапушкиной во время личного приема граждан. Проблемы с детскими садами, со школами, они все перегружены. А вот мало того, что у нас просто транспортный коллапс на самой улице Солнечной, начиная с онкоцентра и заканчивая апельсином. И плюс ко всему у нас совершенно нет парковочных мест. Не говоря о том, что самое главное, у нас нет зеленой зоны, где мы можем прогулять и гулять со своими детишками, да и сами взрослые. Местные жители хотели бы увидеть по соседству зеленую скверну. Территория находится в частной собственности. При этом, как рассказали представители областного Минстроя, за разрешением на строительство на этом участке никто не обращался. В то же время городские власти уже обратили внимание на обеспокоенность жителей этого микрорайона и поэтому инициировали процедуру смены зонирования. На комиссию выходим, вас приглашаем, меняем зонирование. Это зонирование не позволяет строить там высотные дома и другие жилые дома. Там будет целевое назначение. То есть там либо ничего не будет, либо появится что-то спортивное. Заседание комиссии по застройке и землепользованию пройдет 21 мая. Потом состоятся общественные слушания, в которых могут принять участие все желающие горожане. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. На улице Арцебушевской сегодня начался новый этап ремонта дороги и прилегающей к ней пешеходной зоны. Работы на этом участке начались еще в прошлом году и сейчас идут с опережением графика. Благоустраивают это городское пространство в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За новым этапом обновления улицы следил и наш корреспондент. С наступлением дорожно-строительного сезона в Самаре рабочие приступили к следующему этапу комплексного ремонта улицы Арцебушевской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В дневные смены сотрудники подрядной организации привозят в порядок люки инженерных коммуникаций, занимаются устройством тротуарной плитки и заменой бортового камня, а также готовят дорогу на участке от улицы Маяковского до улицы Льва Толстого к укладке асфальтобетонной смеси. На сегодняшний день работы выполнены примерно ориентировочно на 35%. То есть выполнено уже фрезерование асфальтобетонного покрытия, то есть это старое покрытие, на площади 12 тысяч квадратов. Также уложен выравнивающий слой, это постелающий нижний, также на площади 12 тысяч квадратных метров. Верхний слой будет из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Устройством полотна будут заниматься в ночные часы. А чтобы не мешать трафику и днем, движение по дороге на время ремонта перекрываться не будет. Обновляют и пешеходную зону. Жители района перемены воспринялись энтузиазмом. Ходить по плитке – это приятно. Даже людям с колясками ходить, инвалидами, будет удобнее, я думаю, нежели какие у нас ямы были. На всех стадиях ремонта организован круглосуточный контроль. Так, при замене бортового камня пристальное внимание уделяется каждой технологической операции, включая демонтаж старого борта, опалубки, а также устройство щебеночного основания, так называемого бетонного замка. Все это необходимо для удержания борта, чтобы он не отклонялся и стоял на нужной отметке относительно проезжей части. Камень бэушный демонтируем, готовим основание, прокатываем, делаем устройство щебеночного основания, бетонируем и устанавливаем бортовый камень, он морозоустойчивый, износостойкий по сравнению с предыдущими материалами, которые были использованы. Муниципальный контракт на обновление Арсабушевской рассчитан на 2020 и 2021 годы. В прошлом сезоне от фасада до фасада улицу отремонтировали в границах Полевой и Маяковского, а также от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого. Этой весной подрядная организация вновь взяла на себя повышенные обязательства и трудится с опережением сроков. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Формирование коллективного иммунитета – самая действенная защита от инфекции. В Самаре продолжается вакцинация от коронавируса. Слово нашему корреспонденту. Чтобы предоставить жителям возможность пройти вакцинацию от коронавируса, рядом с Самарским театром оперы и балета организовали мобильный ФАП. Здесь сегодня прошло торжественное событие, посвященное Дню Семьи. Все желающие смогли привиться. Среди них Алексей Корнев. Мужчине ввели первый компонент вакцины. Сомневался сначала, как и все, а потом решил, надо думать сделать все-таки эту вакцину. Чтобы не болеть и огородить всю страну, и близких своих, чтобы тоже не болели меня. Дополнительно к стационарным пунктам в поликлиниках открытый пункт вакцинации в одном из торговых центров города. Два круглосуточных пункта есть в Самаре и Тольятти. Пункт вакцинации на ЖД-вокзале также работает круглосуточно. Кроме того, 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, переданных главой региона Дмитрием Азаровым в медучреждению области, используются для выездов в отдаленные районы области. Малонаселенные пункты для проведения вакцинации жителей. Маломобильные люди могут оставить заявку на прививку в поликлинике, и к ним приедет мобильная бригада медиков. Первый привился супруг, затем я. Потом у дочки антитела пройдут, и тоже приведут. Чтобы не заболеть самому, не заразить окружающих, близких детей. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Записаться на прививку можно дистанционно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Без записи можно прийти в круглосуточные прививочные пункты в удобное время. Обезопасили себя и близких от инфекции уже более 333 тысяч жителей области. Завершили вакцинацию из них более 254 тысяч. Свыше половины привившихся – это люди в возрасте 60 лет и старше, входящие в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Мэри Илчан, События. В Самаре возле медицинского колледжа Ляпиной открыли скульптурную композицию «Призвание», посвященную среднему медицинскому персоналу. Во всем мире сегодня отмечают День медсестры. На торжественной церемонии побывала Мэри Илчан. Они в любую минуту готовы откликнуться и прийти на помощь. Во всем мире сегодня отмечают День медицинской сестры. Кроме любви к своему делу, в этой профессии требуется еще и железная выдержка. На хрупких плечах медицинских сестер непростая задача – поддержка и уход за больными после операций. Именно с этой профессией решила связать свою жизнь Дарья Шкелонцева. Два года назад девушка поступила в медицинский колледж имени Ляпиной. Я давно хотела поступить в медицинский. Это была моя мечта. А в дальнейшем я собираюсь идти в институт и поступать на нейропатолога. Традиционно в этот день во всех медицинских учреждениях проходят праздничные события. Так в колледже имени Ляпиной сегодня открыли скульптурную композицию. Это образ девушки с чемоданчиком в халате, которая спешит на вызов к больному. Именно таким предстал перед жителем Самары памятник медсестре. Сделал символ медицинской сестры. Потому что роль медицинской сестры в излечении больного, особенно хирургического профиля. Иногда не меньше, чем роль хирурга, который сделал очень сложную операцию. Мне кажется, не случайно, что этот памятник открывается в Самарской области. Потому что у нас уже традиционно Самарская область одна из передовых территорий, где и высшее сестринское образование появилось, можно сказать, в одних из первых регионах, где оно закрепилось и где оно развивается. Всего в Самарской области трудятся более 25 тысяч медицинских работников среднего звена различных специальностей. Фельдшеры, акушеры, медсестры, медицинские лабораторные техники. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События. Впереди вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня премьер Михаил Мишустин предложил продлить программу туристического кэшбэка. На какой срок и как активно пользуются этой программой россияне? Все верно. Получить средства за поездки по России можно будет до конца года. И через пару секунд расскажу об этом подробнее. Программу туристического кэшбэка продлили до конца года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что представители туристической индустрии в личных беседах с ним не раз отмечали популярность этой программы. Так, к началу мая кэшбэком воспользовались 1 миллион россиян на общую сумму в 4 миллиарда рублей. Еще в апреле стало известно о расширении финансирования программы. Президент Владимир Путин поручил выделить на нее еще около 5 миллиардов рублей. На модернизацию мусорного оборудования в России необходимо более миллиарда рублей до конца года. Такую сумму озвучил российский экологический оператор. За счет этих денег хотят возмещать мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов. Глава организации Денис Буцаев считает главной целью повысить уровень внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии без существенного роста тарифа. Центробанк хочет упростить возврат денег жертвам кибермошенников. Похищенные средства на счетах злоумышленников предлагают замораживать в автоматическом режиме. Регулятор отметил, что в основном мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода и только в 3% случаев деньги могут задерживаться на счете до суток. В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств. Официальный курс доллара на 13 мая 74 рубля и 4 копейки американская валюта потеряла 12 копеек. Евро 89 рублей 85 копеек, европейская валюта снизилась на 16 копеек. Нефть марки Brent 69 долларов и 19 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. 15 мая в Самаре пройдет грандиозная акция «Ночь музеев-2021». 46 культурных, бюджетных и коммерческих площадок города готовят на вечернее и ночное время увлекательные программы. Мастерские и концерты, квесты и обзорные экскурсии с лучшими гидами. Успеть все вряд ли получится, но постараться можно. Детали раскроет Гольфия Сафина. Это такой макет планет, который будет развешан по залу, поскольку тема космоса. В год космоса Горький центр совместно с Литературным музеем имени Максима Горького готовит к 15 мая программу буквально вселенских масштабов. Выставки, игры, мастер-классы, кинопоказы и лекции – все по канонам фантастического жанра. Обещают любителям романов Алексея Толстого, а элита и гиперболоид инженера Гарина точно не будет скучно. Будут рассуждать наши коллеги о том, почему человек хотел улететь. Русский космизм, советский проект. Будет задано несколько вопросов. Ну, как, куда, почему. Будут отвечать на них через лекции, через мастер-классы. Конечно же, будет музыкальная программа. Без соблюдения мер Роспотребнадзора в эту ночь музеев не пройдет ни одна программа. Бесплатная экскурсия по дому-музею Эльдара Рязанова будет организована ограниченными группами. Активность здесь начнется уже в три часа дня. Мы предлагаем нашим гостям, жителям и гостям Самары, насыщенную программу. Она будет проходить в трех локациях. Во-первых, это основная экспозиция музея. Во-вторых, это сквер Эльдара Рязанова, где мы с вами находимся. Здесь будут проходить кинопоказы, детские квесты, музыкальная программа. И третья локация – это городское пространство, где пройдет городская экскурсия звезды российского кинематографа в Самаре. Старт экскурсии в восемь вечера от центрального входа в музей. А часом ранее, впервые после ограничений по ковиду, откроется и самая крупная экспозиционная площадка города. На двух гектарах земли раскинулся музей железнодорожной техники. Здесь тоже готовят любопытную программу для взрослых и детей. Внимание, паровоз отправляется. Подаем гудок и полный вперед. Эту модель паровоза создали в Нью-Йорке в 1943 году специально по советским чертежам для советской армии. Побывать в кабине машиниста можно будет 15 мая бесплатно. 15 мая двери перед гостями распахнут более 40 культурных пространств Самары. Во многие из них вход будет бесплатным, а остальные по льготной цене. С полной программы на этот день можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Новости». Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. Библиотеки нового поколения. Гастроли столичных театров и виртуальные концерты. Самара претендует на звание культурной столицы Поволжья. В областном центре подвели итоги работы Министерства культуры за 2020 год и поделились планами на ближайшее будущее. О них расскажет Мария Левина. Уже в этом году в Самаре будут работать 18 модельных библиотек, стенах которых можно не только почитать, но и посетить мастер-классы, лекции, поиграть в игры и воспользоваться интернетом. Это стало возможным благодаря участию Самарской области в национальном проекте «Культура». Регион стал одним из лидеров по его реализации. Обновляются и музеи. Модерна, дом музея Ленина, музей истории города Новокуйбышевска. Изменения замечают жители всего региона. Люди сегодня пользуются созданием вот этих новых современных комфортных условий. И, конечно, это все делает нашу жизнь не только насыщенной культурной, но и современной, духовно богатой, но и, конечно же, счастливой. Потому что культура делает человека счастливым. В ближайших планах реконструкция музея Алабина. Изменится экспозиция, а выставочная площадка станет больше. В сентябре откроют двери здание бывшей фабрики кухни, где расположится филиал Третьяковской галереи. Развивается и театр. Самарские театральные трупы активно гастролируют. В Самару с интерпризой приезжают столичные артисты. В июне на сцене театра оперы и балета зрители смогут увидеть сразу три привозных спектакля. Для самарцев и гостей города готовят несколько фестивалей. Самые яркие из них – Шостакович 20 век и Волгафест, который пройдет с 7 по 20 июня. В Самару приедут гости из Нижнего Новгорода и Казани. Одну из концертных сцен разместят на воде. В программе театральные представления, образовательная программа, а также гастрономическая и сувенирная ярмарки. Мне кажется, что в самое ближайшее время культура Самары должна занять принципиально другое место в жизни всех жителей региона. Это должно стать важной и неотъемлемой частью досуга и развития каждого человека. Национальный проект «Культура» позволяет повышать квалификацию сотрудников отрасли, а в детских школах искусств появляется новое современное оборудование. В прошлом году музыкальными инструментами и учебниками оснастили 12 образовательных учреждений. За последние три года в области появилось 9 виртуальных концертных залов в учреждениях культуры. В этом году такие залы появятся в каждом Дворце культуры. Мария Елевина, Сергей Баскин, События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт телеканала «Самара ГИС» и подписывайтесь на наши социальные сети. Будьте здоровы! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова